Дань памяти павших солдат, хотя и не наших, в Самаре планируется установить памятный знак воинам чехословацкого корпуса. Место сейчас обсуждается. В годы Первой мировой войны они сдавались в плен, чтобы не воевать на стороне Австро-Венгерской империи. А после революции 1917 года судьба забросила их в Самару. О том непростом периоде споры идут до сих пор, но факт остается фактом. Погибшие чешские солдаты лежат в Самарской земле, а их могилы никак не обозначены. Доцент Самарского университета Владимир Кутявин, который профессионально занимается исследованием истории славян, считает, что в этой истории вопросов больше, чем ответов. Но памятный знак в Самаре должен быть. Любой солдат, а речь идет именно о солдатах, а не о командовании корпуса, погибший уже своей смертью искупил все свои грехи, заблуждения и так далее. И поэтому должен быть, безусловно, похоронен. Кроме того, у этих людей есть потомки, которые тоже хотят знать, где похоронены их далекие родственники. В европейских странах памятники советскому солдату установлены во многих городах, и там местные жители относятся к ним с почтением, как к воину-освободителю. Как простые чешские пивовары и крестьяне оказались на Волжских берегах, сейчас уже неважно. Они не были врагами России и оказались втянуты в непростой исторический водоворот. Известно захоронение людей, известно, что их тела лежат там. Поэтому по всем цивилизационным нормам, в принципе, любой цивилизации, в том числе и нашей, по любой конфессии, это место должно быть специально отмечено. Памятный знак может быть установлен на улице Красноармейской. Так получилось, что рядом с мемориалом погибшим красноармейцам. Жители Самары считают, что в этом нет ничего особенного. Просто настало время большого примирения. Надо же когда-то закончить начавшуюся сто лет назад войну. Надо отдать должное. У нас по всей Европе, и нашим русским же тоже солдатам, и в Польше, и в Чехословакии памятники. Все же относятся, это нормально. И здесь тоже я считаю, что это нормально. Я не думаю, что они прям вот рядовые, эти участники этого корпуса, чешского, они были прям интервентами. Они попали вот в плен, да, тоже их там забрали, тут завербовали, кто его знает. Мы все знаем, как это делается, да. В общем, вот так судьба сложилась, и они вот вынуждены были погибнуть. Бабушка рассказывала, что когда в 18-м году она болела, чешский офицер принес там муку, сахар, то есть по моку. Памятный знак какой-то, ну я в принципе не против. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Продолжение следует...